С 2018 года начнут действовать сразу несколько новых мер государственной поддержки семей с детьми. Вот сейчас, внимание, эта информация будет полезна не только вам и вашим соседям, а вдруг, допустим, вы услышали, что соседей нет, передайте им обязательно. Обязательно. С 2018 года одной из таких мер являются ежемесячные выплаты на второго ребенка до полутора лет из материнского капитала наличными. Размер детского прожиточного минимума сейчас будет около 10 тысяч рублей и вот как раз-таки в этом размере и будут ежемесячно выплачиваться из материнского капитала. Но наверняка не всем. Да, как работает закон и кто может получить вот эту вот ежемесячную выплату, об этом мы поговорим с нашим гостем в студии. У нас в гостях заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по Челябинской области Леонид Устилемов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. 10 тысяч рублей из материнского капитала до полутора лет. Все правильно? Совершенно верно. Теперь кому? Значит, условие такое. Ребенок должен быть рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Второе условие. И мама, и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации. И третье условие. Прожиточный минимум в семье на одного члена семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума для трудоспособного населения, установленных во втором квартале прошлого года. Ну, примерно. Давайте цифры. По цифрам это так. Прожиточный минимум у нас 10 600, полтора минимума на 15 900 тысяч. На человека? 15 900 рублей на одного человека, включая новорожденного ребенка. Допустим, если семья 4 человека, то весь доход семьи делится на 12 месяцев, доход за год на 12 месяцев и делится на 4. На 4 человека. И не должен превышать 15 тысяч рублей. 15 900, да. Почти 16. Это 16 умножить на 4, 40, 60. 64 тысячи с лишним, да, на полное семьи из 4 человека. Ну, с этим понятно. Ну, а как долго будете меня получать вот эти вот выплаты? Пособие у нас назначается со дня обращения, если обращение последовало в течение 6 месяцев, то со дня обращения назначается. Пособие назначается до полутора лет, но первый транш как бы назначается до года, до исполнения года ребенку, потом семья, если хочет пробить, может еще подать заявление и получать это пособие до полутора лет. Такую же сумму, да? Такую же сумму, да. Вот обратиться, вы сказали, а обращаться куда из-за первоначальной? Ну, у нас традиционный способ обращения, это либо клиентские службы пенсионного фонда по месту жительства, либо многофункциональный центр. А какие документы нужны? Вот в заявлении написать, да? Заявления, документы, удостоверяющие личность, значит, свидетельство о рождении детей, ну и, естественно, самое главное, это справки о доходах семьи. В доход семьи включается заработная плата, пенсии, стипендии, ну, все выплаты, которые носят регулярный характер. А вот интересно, мама же, получается, что сейчас не работает, как ее доход включается? Доход исчисляется за 12 месяцев перед обращением, то есть за год. Все, теперь понятно. Ну, а это, получается, действует на третьего, четвертого, там, пятого ребенка? Нет, эта норма распространяется только на второго ребенка. Если родится после 1 января третий ребенок, к сожалению, эта норма распространяться не будет. Ага, вот так вот еще, интересно, спасибо большое. А если родить ребенка, получается, что сейчас второй родился после 1 января 2018 года, а если еще один родился, то сразу выплаты перекрытия. Сразу и второй, третий. Вот если после 1 января сразу родится двойня, не было детей, будет иметь пособие. Если был один ребенок и родится двойня, тоже будет иметь пособие, потому что второй ребенок. А вот если у семьи уже есть два ребенка, и они уже получили сертификат на материнский капитал, и рождается сейчас ребенок третий, то уже, к сожалению, такая норма на них не распространяется. Все, теперь... Разобрались. Разобрались, да. Спасибо вам большое, что пришли. Не без помощи, конечно, я напомню, у нас в гостях был заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Челябинской области Леонид Устилемов.